Всем привет дорогие мои друзья и зрители канала И сегодня я вам покажу что интересненького я приобрел на птичьем рынке садовод Как вы знаете сегодня я ездил на птичьем рынке и покупал и рыбок, и растения, и оборудование, и декорации Но не показывал что конкретно я покупал, поэтому вот сейчас начну показывать пожалуй с этой мангровой коряжки Ее я очень долго выбирал и вот выбрал такую красивую за 300 или 350 рублей уже точно не помню Вот такая вот коряга и можно как-то вот так поставить в аквариум Или скорее всего как-то вот так поставлю Сюда мох пламя посажу, сюда возможно печеночный, также посажу примотаю ниткой И будет довольно красивая коряга, но сначала надо ее вымочить Я ее уже промыл тепленькой водичкой, потер губочкой Но теперь я ее запускаю вот в этот вот аквариум к прошлой коряге И буду ее там потихонечку в течение нескольких недель вымачивать Так, ее пока отложим в сторону Далее покажу, что я купил из кормов Купил я вот такой вот средний замороженный мотыль Не одну коробку, а целых 4 Хотел купить оптом, но там оптом от 100 штук Хотел вот именно купить какие-то пласты там большие Но живого мотыля вообще не было в этом месте И поэтому хотел купить опять вот эти вот коробочки Средний замороженный мотыль 4 коробки купил и мне хватит этих 4 коробок где-то на 3 или даже на 4 месяца Также купил вот такие вот пластинки с замороженной артемией Такие вот рачки замороженные Этими рачками замороженными я буду кормить рыбок Допустим, когда у меня артемия пропала Или когда я уехал в деревню Банка здесь также пропала Нужно резко и срочно покормить мальков Ну вот, буду пользоваться такими вот небольшими пакетиками С замороженной артемией Итак, это что по поводу корма Также вот из декоративных элементов Я еще купил такой вот фон 60 на 30 сантиметров Он пойдет у меня как раз на вот этот вот аквариум Аквариум Акваскип Как вы знаете, он у меня сейчас вот без фона Тут, поэтому вот Как раз для него этот фон Я и покупал Он будет наклеен только тогда, когда этот аквариум пойдет на выставку Потому что сейчас, ну, проблематично этот аквариум наклеить фон Так как аквариум стоит на полу Далее переходим на запасные части для компрессоров Как вы знаете, у меня сразу два компрессора полетело Полетели мембраны Ну вот, купил для 400-го компрессора мембраны И для 300-го Их будем менять уже в следующем видеоролике Ну и также я купил себе мощный компрессор Тоже вам показывал в прошлом видеоролике Сейчас я его пока что открывать не буду Чтобы такую интригу сохранить Как он дует сильно Как я его устанавливаю Это все буду показывать уже В следующем видеоролике Думаю, он выйдет через два Максимум через три дня Вот такой вот компрессор Обошелся мне в 4550 В общем, хороший компрессор Я его уже, в принципе, включал Дует он очень-очень хорошо Дует вот такой вот пакет буквально за Полторы или две секунды В общем, вот что я купил Из компрессоров Из таких вот мембран Также купил, точнее даже не купил А приобрел Мне подарил Михаил Генич Два вида растений Это такая вот альтернатера мини С такими белыми прожилками Ее я помещу как раз в аквариум Акваскейп вот на это место Поставлю Так что сразу баночку На аквариум поставлю Чтобы не забыть ее сейчас же посадить Ну и вот так же приобрел Такую вот ричи В прошлый раз, к сожалению, я не смог приобрести Так как просто забыл Отставил на аквариуме Михаила Генича И вот забыл ее забрать Поэтому вот забрал ее в этот раз Такая вот неплохая ричи Ну и сейчас Перейдем на рыбок Рыбок здесь Очень-очень много Никогда такого количества рыбок Я еще на птичьем рынке не покупал Рыбок я действительно приобрел Очень-очень много Их здесь около 80 А может быть и целая сотня Начнем, пожалуй, с Даню Как вы знаете Даню у меня уже все Перескрещивались И получается Очень серый Некрасивый Даню Поэтому вот купил у одного человека Получается Тут вроде бы Шесть Или А нет Здесь пять салатовых Пять желтых Пять розовых И пять синих Даню И вот У другого человека Купил так же Даню Ой, пакет Прорвался А Тут дырка почему-то Я даже не знаю почему Дырка в пакете Да, тут дырка в пакете Понятно, почему Этот пакет сдулся Потому что еще мы в пробку попали Я очень-очень долго ехал Плюс растрясли Там в метро В общем, здесь Шесть розовых Шесть таких салатовых И шесть желтых Да, тут Пакеты некоторые Почему-то прорываются Видимо, непрочные стали Далее У нас Идут Самочки Петушка Я взял Вот в красе Петушков Таких вот Красивых Двух самочек Синюю И беленькую С красными Плавничками Также Я взял Вот такую вот Красненькую Самочку Брал у разных Людей Чтобы опять же Не было близко Родственного Скрещивания Тоже такая вот Самочка Но сейчас Очень плохо Всех рыбок Видно Потому что Они в пакетах Плюс еще там Плавают Всякие остатки От корма От какой-то Мусор Вот взял Такого Прекрасного Петушка Синего Цвета Да, он Так же Рисует И взял Так же Петушка Красненького Цвета Такой вот Тоже Красавец Но через пакет Опять же Потрюсь Очень-очень Плохо Видно И так же Взял себе На пробу Пять Суматранских Барбусов Вот таких Вот Их Я брал У одного Человека Потому что Думаю Вскоре Поеду К Андрею Ивановичу И у него Так же По реабилиту Суматранских Барбусов У меня будут Барбусы Из павильона 227 Вот эти вот И барбусы От Андрея Ивановича Так что Будут разные Барбусы И близкоросленного Скрещивания Не будет Так же Приобрел В павильоне 227 Таких вот Меченосцев К сожалению Пакет Сдулся Когда я его Положил Тут резинка Выпала И в общем Сейчас пакет Моментально За секунду Сдулся Поэтому Сейчас Срочно Нужно Будет Их Пересаживать Вода Еще Пролилась Из пакета В общем Тут Пара Кубинцев И пара Бирыницев Сейчас Срочно Всех Рыбок Пересаживаем Думаю Даню Барбусов Наверное Так Ну Петушков Нет Даню Барбусов И меченосцев Наверное Посажу В этот Карантинный Аквариум И возможно Самочи Петушка Сюда же А вот Самцов Пока что Подумаю Куда Посадить Нужно Будет Их Разделить Все Таки Я не Захотел Рисковать И не Стал Запускать К таким Вот Вуалевым Меченосцам К Даню Барбусов Так как У меня Здесь есть Еще и Флаговые Меченосцы Пара Я их Все Никак Не Определюсь Куда Посадить Так что Не хочу Запускать Сюда Барбусов Потому что Барбусу Секундное Дело Порвать Плавники А потом Будет Плавниковая Гниль Потом Еще и Рыбки Могут Заболеть Погибнуть Вот Вижу Какие-то Даню Опять Странные Вот Видите Кривые Некоторые Вот Кривой Паплодзеленый Вроде бы Их тут Две штучки Так-то Не видите Я подбирал Теперь Даню Нормальных Не как В июле Купил Чертик Даню Которые Всех У меня Перезаражали Теперь Вот У меня Видите Есть Карантинный Аквариум И Также Есть Лекарства И Теперь Я Более Внимательно Смотрю На рыбок Когда Их Приобретаю Но Все равно Не обходится Без таких Кривых Рыбок Вот Как Этот Зеленый То ли Самец Но Скорее Это Самец Может Уже Видно Кое Где Самочки Икру Потихонечку Набирают Так Что Вот Так Запустил Рыбок Сейчас Сюда Буду Капать Лекарства Поднимать Немножко Температуру И Буду Ждать Где-то Наверное Неделю Может Быть Даже Полторы И Тогда Уже Буду Всех Рыбок Рассаживать По Своим Аквариумам Где Они Будут Жить Уже На Постоянной Основе Спустя Еще Пять Минут Я Закончил Посадку Новых Рыбок В Аквариум И Опять Я Сейчас Рискую В общем Посадил Всех Новых Рыбок Не В Один Аквариум А Рассадил По Разным А Именно Почти Всех Рыбок Я Посадил Вот В Этот Аквариум Уже Вам Только Что Это Показал А Вот Двух Самцов Петушка И Пять Самотранских Барбусов Я Посадил В Три Разных Аквариум Так Как Понятно Что Это Несовместимые Рыбки Если Сюда Я Всех Рыбок Посажу То Барбус Начнут Всех Обижать Петушки Все Будут Погрызанные Меченосцы Флаговые Тагры Будут Все Погрызанные Буквально Через Сутки Поэтому Не Стал Рисковать Посадил Двух Петушков В Два 35 Литровых Аквариума А Пять Барбусов Посадил В Аквариум В 65 Литров Который У меня Пустует Уже Две Или Даже Три Недели Они Там Дома И Будут Жить Продолжен Без Света Но Ничего Страшного Вот Уже В этот Аквариум 54 Литра Поставил Корягу И Посмотрите Я только Положил Ролик Я начал Снимать Где-то Наверное Полтора Часа Назад Или Час Назад И До Этого Еще Два Часа Корягу У меня Помачивалось В ванной Там В кипятке Я ее В ванной Замачивал И Вот Видите Три Часа У меня В кипятке Побыла И Сразу Утонула Она Вить Такая Еще Беленькая Не Как Вот Это Уже Почернело За Два Месяца У меня Эта Коряга Уже Два Месяца Это Вот Только Здесь Буквально Пять Минут Как Плавает Вакуально Точнее Не Плавает А Уже Утонула Она Здесь Побудет Буквально Наверное Недельку Пусть Уже Окончательно Здесь Станет Тяжело Прям На дно Полностью Опуститься И Тогда Уже Через Неделю Я буду Эту Корягу Отсюда Убирать И Буду Рассаживать Всех Этих Рыбок По Разным Аквариумам Здесь Оставлю Только Пару Вот Этих Флаговых Мечносов Которые Здесь Иначально И Были Я Уже Решил Моих Есть Два Вот Этих Покупных Есть Также Кубинские Самочки К сожалению Моя Пропала Которая У меня Была Остался Только Мой Самец Кубинский Вот Два Купных Самка И Четвертый Вид Это Обычные Такие Вот Вроде Бо Не Рубина Обычные Красные Флаговые Меченос В общем Рыбки Пока что Будут Здесь На карантине Лекарств Я добавил Температуру Сейчас Подниму А сейчас Давайте Переключимся На соседний Аквариум Аквас Кип Которую Я до сих пор До конца Не подготовил Для выставки И посадим Вот сюда Альтернатеру Мини Альтернатеры Здесь В принципе Довольно Много Вот Такая Полная Баночка Давайте Сейчас Мы ее Вынем Вот Она В каком-то Силиконе Или в каком-то Геле Что это Такое Вообще Не знаю Стоит ли это В аквариум Вообще Кидать Вот Эта вот Непонятная Субстанция Что это Такое Я даже Не знаю Наверное Какой-то Гель Специальный Для Того Чтобы Эти Кустики Вместе Держать Наверное Его не стоит В аквариум Кидать Но Как его Отделить От этой Альтернатеры Ну Сейчас Попытаюсь Отделить Какой-то Странный Гель Напишите В комментариях Кто С этим Сталкивался Вот Покупал Точнее Мне Бесплатно Отдал Михаил Евгеньевич Альтернатеры За что Ему Огромное Спасибо Ну Вот Непонятно Что Это Вообще За Гель Может Он Какой-то Специальный С Кем-то Удобрением Или Просто Чтобы Эти Кустики Держать Сейчас Отделю От этого Геля Кустики И Посажу Уже Вот В это Место И Сейчас Какими-то Группами Буду Сажать Эту Альтернатеру Мини Наверное Этот Камень Сейчас Уберу Отсюда Чтобы Он Не мешался И Вот Как-то Сюда Буду Ее Втыкать Чтобы Она Не Всплывала Наверное Еще Парочку Кустиков Сейчас Аккуратно Сюда Присажу И Уже Куда-то Возможно Сюда Воткну Этот Небольшой Черный Камень И Вот Я Уже Посадил Альтернатеру Мини В данный Аквариум Акваскейп И Как Видите Посадил Ее Так Довольно Густо Но Не Всю Я Ее Посадил Ее Оказалось Настолько Много В той Баночке Что У меня Ее Здесь Еще Осталось В баночке Привязательно Такое Количество Которое Я И Посадил В Акваскейп И Кстати Все Это Уже Окончательный Вид Данного Акваскейпа И Больше Этот Акваскейп Переоформляться Не будет Я имею ввиду До выставки Он больше Не будет Менять Свой Внешний Вид И Кстати Как Видите Этот Акваскейп Все таки Немного Поменялся За последние Дни Я Вам Это Не Показывал Но Я Убрал Тропинку Из Не подумав Думал Будет Красиво Смотреться Тропинка Но Я Допустил Некоторые Ошибки Сделал Ее Прямой Во первых Во вторых Слишком Широкой В конце Сделан Было Поуже Сделан Было Поднять Ее Чуть Чуть Ввысь Но Потом Я Так Хорошенько Подумал И Даже Не Стал Ее Менять Просто Я Ее Отсюда Убрал Это Было Конечно Сделать Очень Трудно Потому Что Во первых Уже Грунт Перемешалось Во вторых Я Насыпал Довольно Толстым Слоем Прям Поверх Этого Белого Грунта Белой Гальки В общем С горем Пополам Убрал И Вроде Больше Здесь Этого Пропанта Не Осталось А Сейчас Расскажу Именно О причинах Почему Я решил Полностью От Этой Тропинки Отказаться Первая Причина Это То Что При транспортировке Естественно Грунт Смешается Как бы Я аккуратно Аквариум Не транспортировал Все равно Сзади Грунт Немного Переползет Сюда Естественно Грунт Перемешается И уже Восстановить Тропинку На месте На месте Проведения Выставки Я Не смогу Во вторых Эта тропинка Не очень Красиво Смотрелась Потому что Все таки На белом фоне Как мне кажется Черная тропинка Не очень Смотрится Вот если Было бы Допустим Наоборот Черный пропант Везде И допустим Тропинка Из песка Туда бы Уходила То мне кажется Было бы Намного Лучше И смотрелось Более Красиво Ну и Также В третьих Эту тропинку Начало Размывать Еще и Фильтром То есть Я бы Не смог Был ее Никак Был поправить Еще даже До выставки Не говоря уже О том Чтобы на месте Там поправлять В общем Очень много Минусов От этой тропинки Было И мало Плюсов Поэтому я От нее И отказался Но так как Такой рам Очень сильно Изменился За последние Недели Вот таким Он был Недавно Когда я Только-только Завелся На участие В выставке И как видите Он сильно Изменился Я убрал И большое количество Мха И большое количество Растений Других Добавил И сейчас Видите Здесь 7 видов Растений Это Химиантус Микроэнтомодис Альтернатера Мини Анубиусы Такие Прекрасные Мох Лимонник Вот недавно Добавил Пусть он там Разрастается И закрывает Полностью Левый угол Ротала Хра Есть И так же Есть Людвигия Супер Ред Которая Что-то Не очень Растет Вот тут Веточек 5 или 7 Нормально Растут Другие Белеют И отгнивают Это Аквариум Пойдет На выставку Дома И с рыбками Если Андрей Иванович Разрешит Потому что Одним из условий То что рыбка Должна быть Своего Разведения А у меня Это рыбка От подписчицы Но в принципе Я смотрю Рыбка Активная Красивая И тем более Подписчица Нигде не покупала Она сама Ее развела У себя Так что Думаю Андрей Иванович Разрешит Этой рыбке Участвовать В выставке Так как Рыбка Это красивая Это рисовая рыбка Правда Я где-то Потерял Одного самца Здесь Сейчас Три самочки Два самца То ли Один самец Выпрыгнул То ли Просто Где-то Погиб И я его Не нашел В общем Здесь Сейчас Пять рыбок А не Шесть Как было Раньше Ну в общем Такой ролик У нас сегодня Получился Очень много Новинок Очень Большое Количество Рыбок Я сегодня Закупился Всем спасибо За просмотр Кто почему-то До сих пор Не подписан На канал Обязательно Подписывайтесь Вступайте В группу Вконтакте Там есть Очень красивые Фотографии И этого Аквариума И других Моих Аквариумов Всем спасибо За просмотр Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры